Доброе утро дорогие друзья, доброе утро. Сегодня холодно, минус 20 градусов на улице, но на самом деле в нашей студии очень тепло, потому что здесь находятся очень приятные мне люди и служба поддержки выпуска в эфир нашего радио. Михаил, большое тебе спасибо и привет тебе, а также мой замечательный спикер, с которым мы давным-давно знакомы, Дмитрий Кипкален, я сейчас вас через секунду с ним представлю, что бы я хотел сказать в самом начале. Несмотря на то, что мы каждую неделю стараемся исследовать эффективность работы, управления людьми, для меня, к сожалению, становится трагедией, когда я начинаю читать посты директоров, руководителей чар-служб или слушать интервью, а еще и больше читать каких-то, знаете, больших компаний. Оказывается, что проблемы там на самом деле очень сложные, но на самом деле все эти сложные проблемы упакованы в простые, в простые вещи, о которых никто не задумывается. Цель нашей программы из первых уст передавать практические инструменты для того, чтобы шаг за шагом применять в своей практике, в своей компании вы могли что-то делать. Я стараюсь каждый раз после того, как спросить у спикера, максимально эффективно суммировать и дать вам сжатую информацию. В своих видеох после стараюсь расшифровывать, что же мы это, как же, что из того, что есть и что мы услышали, может работать. А ваша задача подумать, послушать, посмотреть и двигать свою компанию к эффективности. Ведь сегодня на самом деле сложнейшее время, хотя мы верим в то, что оно будет хорошо, мы должны сделать так, чтобы эффективность росла. Без эффективности на рынке невозможно выжить. И именно о том, как эффективно управлять, мы сегодня говорим с моим гостем Дмитрием Кипкало. Привет, Дима. Всем привет. Да, я очень рад тебя видеть лично, потому что мы с тобой все время дружим заочно, снимаем видео, выпускаем, разговариваем. Но вот теперь мы поговорим непосредственно о тебе. Ты основатель компании Мосигра. Давай для разогрева немного расскажи о своем любимом детище. Это был первый твой бизнес, последний, чередующий. Где ты сейчас? Не первый и не последний. Мосигру мы с моим очень хорошим другом запустили в 2008 году. Уже до этого обожглись на одном проекте, который не взлетел на нас. Запустили, честно говоря, чисто случайно, во многом, потому что друг мой остался без работы и надо было что-то делать. Надо было как что-то... 9 лет проекту, да? Вот какие-нибудь такие итоги? Ну, у нас... Нам многое удалось. Сейчас у нас есть 70 магазинов, у нас есть своя фабрика по производству игр и порядка сотни игр, которые мы либо локализовали, либо сами придумали. Четыре страны и еще две, я уверен, в этом году добавятся, а может быть и больше. Что такое страна? Вот в том, понимаете, это что, магазин, представление языка в языке? Нет, речь пока о магазинах, в основном мы работаем на русском языке, хотя, возможно, в этом году будем пытаться работать и на местных языках. Мы работаем Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, хотим в этом году взять Грузию, Молдову точно, а может быть что-нибудь еще. Мне хочется услышать, я хотел бы, чтобы ты взял США. Я очень хочу взять США. Возьми уже в конце концов, тем более сейчас там президент поменялся, он очень деловой надстроен. Надо ему сказать, что мы его возьмем. Что не получилось? Каждый день что-то, каждый день не получается что-то. Были какие-то проекты, которые взлетали, но не доходили до финала, вот в МОЗ-игре именно? Ну, были проекты магазинов, которые приходилось закрывать, были ошибки, ну, на самом деле, столько ошибок, сколько мы совершили, наверное, не совершал никто никогда. Ну, видимо, поэтому ты книгу издал. Наверное, это вообще случайная история. Расскажи про книгу два слова буквально. У меня директор по маркетингу Сережа Абдульманов очень круто пишет. Просто он вообще бог ручки и пера, ручки и бумаги. И мы давно с ним собирали какие-то разные байки, истории про то, что у нас получалось или что не получалось. На самом деле, интереснее всегда слушать, что не получилось. Потому что, знаешь, кейсы успеха, их много, но применить их сложно. Кейсы неуспеха намного проще применять. Типа, на какие грабли не наступать. И вот мы собирали, собирали, собирали. В какой-то момент он говорит, слушай, там вот Дода пицца книгу издала, Евросеть, давай мы же тоже что-нибудь, книгу напишем. Ну, давай, кому она нужна? Он сходил, поговорил с издательством. В мифе же? Да, в мифе, да. Они говорят, ну да, давайте попробуем. Мы вот сели, я, там Серега и Дима Борисов, мой партнер. Мы за три дня накидали канву, Серега ее там переварил. Ну, получилось вроде интересно. Нам самим смешно было читать. Мы отдали, все, книгу напечатали, мы ее хорошо очень попродавали, сами у себя в магазинах. Потом вдруг летом оказалось, что мы какую-то премию выиграли. Господи. Слушай, книга классная. И для предпринимателя она действительно нужна. Давай, может быть, тем, кто напишет нам с тобой по результатам нашей передачи, какой-то комментарий в Фейсбуке или где-то в наших социальных сетях, вот Дима да отвечает всегда на все письма. Я всегда отвечаю. Подарим книгу с твоим автографом. Друзья, так что, пожалуйста, формируйте вопросы, пишите в чате, как нам сюда на радио, так и на наши с Димой профили в Фейсбуке. Мы с удовольствием подарим книгу с автографом. Вот, в общем, у нас, если вдруг кого-то интересует, на какие грабли наступать не стоит, я наступил на очень много. Вот то, чем я могу хвастаться. Топ-3. Нужно всегда очень внимательно считать деньги. Нужно сначала подумать, где ты возьмешь деньги, а потом впрягаться в какой-то проект. Когда вдруг кажется, что все хорошо, не надо в это верить. Нельзя расслаблять булки никогда. Ну, это очевидные совершенно истины, но невозможно. Это самое важное. То есть, всегда у нас в характере и у русских людей есть, когда вроде есть ощущение, что ты поймал Бога за бороду, что у тебя руки золотые, и все получится. Вот как-то нужно научиться избегать этого. Слушай, наша тема, наша программа в целом, она адресована руководителям, собственникам, но мне бы хотелось буквально там в самом начале, пока мы разогреваемся, дать, вот я хотел бы тебя вот о чем попросить. Ты знаешь, наверное, что у меня два основных моих направления. Это работа с, ну, консультирование компаний, а второе, я помогаю людям выстраивать карьеру. И мне вот во многие топ-менеджеры, которые считают, как ты говоришь, они уже там такие все состоялись, говорят, ой, я хочу открыть свой бизнес уже. Сидит человек на хорошей зарплате, там, 300 плюс, там, или 500 плюс, да? Я устал, да. Прикинь, цифра даже говорить неловко. Нет, я просто, скажи, пожалуйста, вот от чего надо, вот от каких вот этих фантазий надо избавиться, и можно ли на самом деле успешно совмещать, как ты думаешь, карьеру и бизнес? Значит, очень часто приходится отговаривать людей от того, чтобы запускали, начинали свой бизнес, потому что свой бизнес очень редко, ну, там, в единице, я не знаю, подозреваю, что такие случаи есть, я сам лично не знаю, начинает сразу приносить много денег. Практически так не бывает. На самом деле, первый год-два точно зарабатываешь меньше, чем на... А если вообще зарабатываешь? Если вообще зарабатываешь, да. Ну, еще же вложить надо. Соответственно, возвращаясь к этому вопросу, к твоим топ-3 ошибкам, ты сразу должен подумать, где тебе взять деньги на 3 года. Первое, где все деньги, второе, как бы сможешь ли ты мотивацию сохранить на должном уровне внутри на 3 года, потому что получаться будет не всё. Очень часто хочется плюнуть, бросить и вернуться на тёплое, насиженное место, где не ты за всё отвечаешь, где кто-то скажет, копай, не копай, там ещё что-то. В общем, у своего бизнеса есть очевидные плюсы. Это, в первую очередь, самореализация. Ты делаешь то, что ты хочешь, и у тебя как бы нет никакого начальника, кроме рынка, да. Но у него очевидные минусы, что ты за всё отвечаешь. Спишь работаешь, ешь работаешь, с детьми гуляешь, всё равно работаешь. И, ну, это заблуждение, что там бешеные бабки. Это может случиться, особенно, когда удаётся там успешный экзит какой-то. Но он удаётся далеко не всем. Дима, вот ещё раз, человек, работающий в карьере, успешный, добившийся карьеры, который мы говорим, что у которых зарплата, зарплата, после которой люди начинают думать о собственном бизнесе, это 300+. Когда у тебя 100+, ну, ты там пытаешься просто выживать, да. Тебе некогда думать о будущем, о бизнесе. Вот мы шли, то есть, первое, что я хочу сказать, что человек явно профессионал в своём деле. То есть, если он получает уже такую зарплату и добился этого карьерного уровня, это значит, что он потратил 5+, может быть, там, 7-10 лет на то, чтобы стать карьеристом, в хорошем смысле этого слова, в работе своей. Вот твоё мнение, вот это мышление человека, работающего по найму, и мышление предпринимателя, они где вот друг к другу с точки зрения находятся? Мне кажется, что это совершенно параллельная вселенная. То есть, можно быть профессионалом-предпринимателем, можно быть профессионалом-непредпринимателем, можно быть предпринимателем и непрофессионалом. То есть, предприниматель – это человек, который готов взять риск, там, поверить, всё поставить на кон и выиграть или проиграть. Это совершенно не связано с его профессиональными навыками. Бывают предприниматели без высшего образования и очень успешные. И бывают супер-макухи, которые не готовы рискнуть. Ну, не готов. Ты понимаешь, что есть маленькая вероятность, что я проиграю, да ну, нафиг не буду делать. Поэтому эти вещи немножко не связаны. Другой вопрос, что если ты там, как вот, 10 тысяч часов занимаешься одним делом, и ты профессионал, ну, нужно понять, готов ли ты начать делать что-то мелкое. Ты вроде как управляешь большим кораблём, готов ли ты сесть за вёсло. 10 тысяч часов, это сколько лет? Ну, 5-6 лет. 5-6 лет чем-то. То есть, ты 5-6 лет прозанимаешься, стал профессионалом. Я как раз хотел сказать чуть-чуть о другом. Вот мышление человека, работающего по найму, это всё-таки мышление процессное, да. То есть, он пришёл на работу, встал, ушёл. Есть границы. Да, есть некие там границы. Мы вчера разговаривали о личностном росте, да. Если человека выпустить и не давать ему границы, ну, ему не будет невозможно. Всё равно как-то вот, ну, какие-то выстраивать, чтобы он так сюда пошёл, туда, вот здесь выход. Вот человек, который работает по найму, всё-таки, мне кажется, у него мышление такое, что... Я, конечно, профессионал. Я здесь сяду, и вы мне заплатите деньги. Я это сделаю. Ну, я могу сделать, а могу не сделать, да. Да, нет обязательства и связанного с ним... Это очень частая вещь. Я как предприниматель часто надеюсь найти предпринимателя в других людях. И не нахожу, и расстраиваюсь очень. Приходит ко мне какой-нибудь человек, который говорит, я придумал гениальную маркетинговую систему. Отлично. Давай, пробуем. Удалось? Оба заработали. Не удалось? Извини. Никто не готов. Есть какие-то рецепты, как начинать форматировать своё мышление к предпринимательскому? Ну, я не знаю. Мне очень повезло с моими начальниками. Как-то они его сформировали. То есть, мне реально... Я счастливый человек. У меня, что не начальник был, то гений управления. В разных степенях. Вот предыдущий у меня директор парадистического центра, хозяин компании, где я работал. Ну, он реально такие вещи придумывает. Вот у меня чакры открылись. Реально, когда кажется, что безвыходное положение, а он говорит, вот так можно, и вот так можно, и вот так можно. И ты понимаешь, да не бывает безвыходных положений. Есть всегда какой-то выход. Один, два, три. И это... Ну, вот я, глядя на него, понял, что надо шеи смотреть на вещи. Когда тебе кажется, что ты всем должен денег, за всё должен заплатить, и там ничего не можешь заработать, попробуй перевернуть, как будто тебе все должны денег. И может оказаться, что такая картина тоже может сложиться. И наоборот, заработаешь ты, а не отдашь всё, что есть. Подводя тогда итог, если вы чувствуете в себе страсть, надо делать и пробовать. А потом уже читать книжки, думать о проблемах. Но лучше не продавать квартиру, конечно. Но квартиру лучше пока не продавать. Спасибо тебе большое за вот это маленькое вступление. Давай подойдём к нашей основной теме. Ведь я обозначил её как эффективно управлять. Ты сейчас уже не операционный директор, ты собственник, да? Ты управляешь через сайт директоров. Когда я говорю о стратегии вообще, я подразумеваю, что стратегия является неотъемлемым элементом движения вперёд. То есть люди, не понимающие, не разделяющие стратегию компании, очень трудно могут выстроиться в одну шеренгу и пойти в одно направление. Согласен ли ты с этим? Если согласен, что ты делаешь? Поделись практическими инструментами. Как тебе удалось довести это и как ты продолжаешь это делать? Ну, я сразу две ремарки скажу. Во-первых, я не уверен, что я суперпрофессионал и самый крутой в этом. Поэтому я расскажу, что я умею и что у меня получалось. Но я уверен, что есть те, у кого это получается лучше. И второе, нет статического состояния. Постоянно отношение к этому меняется. Оно у меня прямо сейчас меняется. Я прямо сейчас нахожусь в переосмыслении того, как мотивировать команду, как задавать правильный вектор, как сделать так, чтобы этот вектор до низа проходил. Чтобы не только, знаешь, мы вверху поговорили, а чтобы все его чувствовали. Во-первых, я считаю, что самое главное – это диалог. Нужно много общаться и не только говорить, но еще и слышать. Потому что реально важно, чтобы... У меня тренер по футболу говорил, успеха добивается команда единомышленников. Если нет команды единомышленников, если каждый тянет в свою сторону, ничего не получается. Поэтому за диалог, за регулярное обсуждение и обмен мнениями. При этом я не то, чтобы, знаешь, я не начальник-демократ. Я считаю, что обсудили-обсудили, но должен быть кто-то один, кто скажет, всё, делаем так и больше не обсуждаем. Но нам нужно услышать. Второй момент. Нужно реально понимать, в чём ценность. То есть, что мы хорошего делаем. Потому что человеку приятно делать хорошее и неприятно делать плохое. И всё то хорошее, что мы делаем, его обязательно нужно сформулировать, проговорить. Чтобы все понимали, да, мы делаем вот это, и оно хорошее. Мы клиентоориентированы. Что такое клиентоориентированность? Это выгодно, удобно, с выполнением взятых на себя обязательств. Там, я не знаю, широчайший ассортимент. Клиент наш друг. И всё такое. Вот это всё нужно проговорить. Потому что иначе все будут понимать по-своему и тянуть в разные стороны. Может порваться где-то. Но, пожалуй, что это самое главное. Сколько времени, допустим, из 100% ты считаешь, ну, хорошо, ты уделял, и ты считаешь нормальный собственник, который заинтересован в продвижении своего бизнеса, должен уделять именно этому аспекту время? Я, наверное, ненормальный собственник, потому что при том, что я не занимаюсь операционным управлением, я всё равно всё, за всем слежу. Мне важна любая мелочь. Ну, то есть у меня, знаешь, на сайте адрес почты есть. Если вдруг клиент... Твой личный. Мой личный, да. Если клиент недоволен, мне пишут, и я разбираюсь. Потому что мне не всё равно. Поэтому я про себя могу сказать, что я занимаюсь именно этим стратегией и донесением этой стратегии до моих людей. Я занимаюсь всё своё время, которое я посвящаю этому проекту. То есть у меня там есть и другие, но именно в рамках этого проекта именно это и есть то, чем я занимаюсь. Как должно быть, я не знаю. Я не уверен, что там в Газпроме или в Роснефте топ-менеджер должен всё своё время заниматься только этим. Наверное, у них есть и другие задачи. Мы говорили как раз, да, но вот всё-таки про первые лица. Мне кажется, как ни странно, вот в таких больших корпорациях есть очень много простых проблем. Вот этого понятия, чтобы там кто-то с кем-то общался, оно вот, на мой взгляд, это и есть первая болезнь, что люди не общаются. Ну, возможно. Но, понимаешь, мне тяжело сказать, что что-то неправильно, потому что я до того уровня ещё не дорос. Может быть, там всё по-другому. Это какая-то высшая лига, а я в другой лиге пока играю. Я как бы со своей колокольни могу сказать для тех, кто примерно на моём уровне или ниже, что я считаю, что собственник бизнеса, если ему не всё равно, должен вникать и должен держать ухо во строк. Почему? Потому что это его имя, его деньги. Как бы нельзя это пустить на самотёк. Но, наверное, когда компания, которой ты управляешь, в ней там, не знаю, 10 тысяч человек, сотрудников, наверное, невозможно за всем уследить. Это понятно. Для этого существует каскадированное управление и передача видения. И всё же, вот ты сказал очень важную вещь. Людям важно понимать, что они делают хорошего. И рассказывать конкретно. Потому что, ну, если я, может быть, не ошибусь, если далеко не понимаю, если в каждой компании написано слово клиент-ориентированность. В каждой компании, да. Вопрос другой. А что люди под этим понимают? И есть ли некое общее понимание, которое в голове у человека, там, так, клиент-ориентированность для меня это то, для клиентов это то, для коллег это то, для поставщиков то, для... Расскажи, пожалуйста, какой-то пример. Вот как ты объяснял, что делает компания хорошая? Вот с чего это всё началось? Почему? Мы изначально, когда создавали вот МОС ИГРУ с другом, мы решили, что сервис это главное. Почему? Потому что у меня вот такое мышление, знаешь, я захожу в... Не хочу никого обижать, Почта России у меня как антипример. Один прекрасный спикер, который у нас здесь был, теперь HR-директор Почты России. Я вот прямо всё, что ты мне скажешь, я лично ей и Тория, там, мы тебе всё расскажем. Два раза за прошлый год был на Почте. Вот, касательно клиента ориентированности, клиента ориентированность, она всегда идёт сверху вниз, а не снизу вверх. Это первый важный момент. И второй важный момент, что недостаточно, знаешь, внедрить какие-то инновации клиента ориентированности, важно узнать, что клиент хочет. Вот Почта России для меня антипример, почему? У меня на автозаводской отделении отремонтировали, электронная очередь, всё, шик, блеск. Работает всё по-старому. Приходишь, стоишь час, десять окон работает одно, могут послать тебя, сказать, что ты сюда пришёл, на обед вообще, завтра приходи. То есть, пока сверху не спустят, что клиент важнее, чем обед, чем всё поболтать и так далее. Бесполезно внедрять электронные очереди и делать редизайн помещений. Я про клиент-ориентированность могу бесконечно рассказывать, но вот очень важно в этом, что клиент-ориентированность и вообще отношение к клиенту идёт сверху. Мы для себя вот решили, что клиент важнее всего. Я помню, что я сам развозил доставки. Я знаю, как люди бесятся, когда курьер опаздывает на час. Сказал в два, приехал в три. Я себе не могу такого позволить, потому что ну как, я представлю себе, что я занятой человек. Если мне договорились на два, я не готов ждать до трёх. Может быть, я в три должен уже поздравить, подарок вручить. И самое первое, что на мой взгляд клиент-ориентированная компания должна сделать, составить список того, что людей бесит, и всё это исправить. Не надо никаких инноваций, этих сверкающих роботов. Нужно, чтобы пол был в магазине чистый, чтобы ценники были наклеены и они были верные, чтобы на входе на тебя не бросался человек, говорил вам что-нибудь конкретное подсказать, потому что ты сразу начинаешь дёргаться, и там, не надо мне ничего, отойди от меня. Есть базы, когда 10к, а работает одна, но это же понятно, что это любого нормального человека бесит. Вот это надо исправить. Супер. Знаешь, вот то, что ты говоришь, к чему ты подошёл эмпирически, оно, по сути, подтверждает новейшие течения в менеджменте современного времени. Ты говоришь, управление сверху. Это значит, что человек ведёт себя именно так, насколько настроены его внутренние убеждения и образ мыслей. То есть, влиять просто на поведение невозможно. Нужно заходить вглубь и объяснять, почему это важно. И вот только тогда, когда ты правильно говоришь, управленческое воздействие идёт на его ценности, на его убеждения, меняется образ мыслей, меняется поведение. Тогда человек, когда понял, что действительно так и есть, оно начинает двигаться вперёд. Как раз, вот управление по ценностям, оно сегодня, на мой взгляд, отвечает внутренним моим друзьям, что это может работать. Почему? Когда на самом деле разные люди приходят в компанию и их ничего не объединяет, это очень трудно. А когда от каждого из них кусочек, ведь все на самом деле хотят быть клиент-ориентированы. Все хотят быть хорошими. Все на самом деле хотят быть хорошими. Все на самом деле хотят развиваться, хотят иметь семью как с точки зрения коллектива. Ориентир какой-то, видеть куда идти. И вот когда от них от всех по кусочку взяли и создали, получается некое общее. И когда вот это общее к каждому разживали много раз, инвестируя туда время, понимая, что это очень важно, это, по сути, вот, знаешь, вот на прошлой неделе здесь был HR-директор Алексей, не забыл, выскочил с головы фамилия, вот он, Панафта, и они говорят, вот, моя задача была объяснить собственнику Кирсенко, чтобы время, которое он инвестирует в работу с людьми, оно очень важно, поговорить, провести совещание, рассказать, это инвестиции, это не затраты времени, это, наоборот, его вот самая главная работа, как говорится, вот, поэтому здесь вот очень важно, что ты это подтвердил, и мне очень понравилось то, что, на самом деле, для того, чтобы быть клиент-ориентированным, нужно просто спросить у людей, что их бесит. Ну, это первый шаг. Давай чуть-чуть дальше пойдём тогда, а как выстроить такую систему, вот, взаимосвязанную всё, от момента вывески, логистики, подачи поручений, вот эту всю систему управления, документооборота, чтобы она действительно соответствовала тому, о чём ты провозглашаешь. Ну, мне кажется, что в организации, вот, моё отношение такое, я стараюсь работать с ответственными людьми, и не могу работать с безответственными, ну, то есть, у меня с безответственными людьми работа не клеится, и мы не, ну, как бы, они не задерживаются. Что я называю ответственным? Я привык так, что если человек сказал, я сделаю, то я могу об этом забыть. Если ему что-то непонятно, он мне задаст вопрос. Если не задал вопрос, значит, ему всё понятно. Это не значит, что я не допускаю ошибки, там, что, в смысле, что человек не может ошибиться. Может, конечно, каждый может ошибиться, но я против, когда человек делает одну и ту же ошибку несколько раз, потому что это безответственно. И вот, ну, мне повезло с моим партнёром, который, в этом смысле, абсолютно, мы с ним на одной волне, и мне кажется, что, ну, при этом у меня есть слабые стороны, у него есть слабые стороны, и они разные. Мы в этом смысле друг друга прикрываем. Но мы с ним одинаково смотрим на то, что, если я сказал, что я сделаю, значит, я делаю. Это первый момент. Не жди, когда тебя кто-то попросит что-то делать, сам делай. То есть, вот, знаешь, на уровне, там, вода в кулере кончилась, я до этого в нескольких компаниях работал, и вот все сидят и вздыхают. Ну, кто пойдёт поменять? Я сам пойду поменяю первым. Потому что, если я не пойду, какое я имею право требовать с кого-то другого, что он пойдёт? С чего ради? Директор не ходит. Если у нас, там, я помню, переезжает склад, если я не возьму самую тяжёлую коробку, а с чего мне ждать, что кто-то другой её возьмёт? И наоборот, я знаю, что если я возьму, то все возьмут, и это будет работать. В итоге, может оказаться, что даже я не буду, так сказать, самые тяжёлые коробки, потому что все остальные берут. Но я точно не должен с этой работой сливаться. То есть, как только я покажу, что, ой, это не моё, это слишком как-то всё, значит, все остальные будут делать то же самое. Почему ты считаешь всё-таки, что личный пример – это вот важно? Ты сейчас это вот проговорил, а вот теперь попробуем осознанно подойти. Почему руководителю важно личным примером показывать всё то, что он словами говорит? Потому что, ну, я так думаю, что я хочу, чтобы люди, которые работают со мной, разделяли мои ценности. Как они их могут разделить? Я им их транслирую, вот… Ну, значит, поговорил, всё и ушёл. Ну, если слова не подкреплены делом, в них никто не поверит. Наоборот, даже, может быть, без слов, если есть дело, этому все поверят. Я тут вот сыну объяснял, значит, он мне говорит, вот, там у меня была драка в школе, и друг там за меня не заступился. Я говорю, а интересно, а когда драка твоего друга, ты за него заступаешься? Ну, нет. Если ты хочешь, чтобы за тебя кто-то заступался, ты сначала сам начни. Очень мудро. Вот. И тогда точно произойдёт обратное. Вот. И, ну, в бизнесе то же самое. Хочешь, чтобы человек не боялся сложного, ответственного куска работы? Сам не бойся. Покажи пример. Это первый момент. Второй момент, конечно, если ты хочешь, чтобы кто-то принимал неординарные решения, дай ему право на ошибку. То есть, не убивай сразу, да? Ну, да, потому что понятно, что я же сам тоже ошибаюсь. Много. Сказать страшно, сколько я ошибаюсь. Но меня никто по голове не стучит. Некому. А ты делишься вот с персоналом своими ошибками? Что ты тоже живой человек, что ты ошибаешься? Ну, я надеюсь, что да, но это не мне судить. Понимаешь? То есть, я вроде стараюсь рассказывать. Ну, во-первых, конечно, я стараюсь, чтобы все просто это видели. И нет такого, что, знаешь, я что-то там скрою, там под ковёр засуну. Такого не бывает. Стараюсь рассказывать. С другой стороны, конечно, наверное, можно было бы сделать больше. В этом смысле нет предела совершенства. Супер. Движемся дальше. Третьим моментом, я считаю, что очень важным в построении эффективной компании является вообще сама суть управления людьми. Что для тебя это понятие управления людьми? Есть у тебя HR-директор? Кто у тебя выполняет эти функции? У меня HR-директора нет, потому что, понимаешь, как? У меня розничная компания. У меня есть руководитель отдела HR, который занимается линейным персоналом. Вот она им занимается. То есть она их подбирает, проводит первичные собеседования. Но так или иначе продавцов учат те люди, которые выросли из продавцов. Которые транслируют те ценности, которые уже как-то накопились в компании. И отдельная совершенно история с офисным персоналом. Я стараюсь отсматривать всех руководителей отделов, которые приходят к нам в офис. Потому что мне важно, чтобы мы были на одной волне. Я знаю, чего я хочу получить. Я хочу, чтобы этот человек был активный, ответственный, незашоренный, достаточно общительный. Знаешь, который вовне энергию отправляет. Не в себя, а вовне. Хотя есть должности, в которых это может быть и лишнее. У вас нету модели лучшего сотрудника, когда вы там агрегировано взяли калькус. Вот, кстати, очень интересно. Дарья Капранова приходила к нам сюда, HR-директор компании Техносила. Они в процессе внедрения ценностей провели такую стратегическую сессию. Они собрали директоров всех магазинов и попытались выработать. А есть ли среди них идеальные, ну какое у них представление об идеальном сотруднике. Потом они посмотрели по всем показателям. Собрали этих идеальных сотрудников, сняли кальку. Взяли эти две кальки, сошлось. Дальше пошли следующим путем. Они как бы так как то, что представляют люди, реально существуют. Значит, такие люди существуют. Они явно эффективнее, чем обычные. Они пытались разбить на каждую черту, в каждой черте определенные вопросы. И таким образом в процессе подбора стараться максимально близко подбирать к этим людям. Соответственно, вот такое уравнение, которое они решили, оно сразу качественно движет эффективность. То есть, если эффективно 10%, оно сразу 25%. Да, прикольно. Только просто на входе. Знаешь, я вспоминаю те фильмы, знаешь, американские. Когда там, знаешь, гонки там всякие такие. Туда пускают только девушек. Они вырезали профиль. Подходишь ты туда по форме, тебя пускают. Если не подходишь, плати деньги. Так вот, они запускают только те, кто подходят по форме. Плюс навешивают на это еще и совпадение по ценностям. Например, чувство юмора. Если нет, чувство юмора. Как с тобой говорить? Это крутая тема. Но у нас вот был такой опыт, который, на мой взгляд, сработал. Я, честно говоря, не знаю, применяется он сейчас или нет. Немножко я далек от этого. Но в свое время мы, знаешь, в розничных магазинах часто там стоит, типа, идет набор персонала и анкеты берите. А мы взяли анкеты, напечатали и убрали их под кассу. И сказали продавцам, вот человек тебе нравится, отдай ему. Не нравится, мы никого не набираем. Слушай, круто. И благодаря вот этой программе такие люди к нам пришли удивительные. То есть, по сути, ты сделал то же самое, только взял и делегировал вот это состояние выбора каждому сотруднику. Знаешь, отличные в этом смысле книг очень много на эту тему. Вот мы сегодня утром с тобой говорили, какие книги. Правила работы Google. Сотрудники на всю жизнь про South South Airlines. Они, кстати, вот South South Airlines, они говорят, мы специально, когда человек приходит на собеседование, сообщаем об этом всем. И люди пытаются столкнуться с ним в коридоре, там, наступить ему на ногу. Да, знаешь, типа он начинает там всех там, или там зашел к секретарю, поздоровался, не поздоровался. Или она, наоборот, делает то, что она занята, а он там не знает как. То есть, сразу тестят человека, а потом все собираются и общее мнение принимают, брать не брать. Ну, интересно. Ну, вот у нас вот такой вот был опыт, и он был результативный. Интересные очень люди приходят. И понимаешь, еще штука в том, что продавец дал бумажку, он же не знает даже, сколько человек тут зарабатывает, и ищет работу, или не ищет. Но к нам приходили люди с понижением зарплаты просто потому, что их тоже цепляет подход. Что такое вот этот подход? Вот что цепляет людей? Мы делаем хорошее дело. Мы делаем с драйвом. Я не знаю, как у вас тут с цензурой, потому что у нас есть один из внутренних принципов, что мы все, мягко говоря, долбанутые. Мы ищем таких же людей. И, ну, как бы человек, если попадает, по нему понять, наш он или не наш, можно в первую же минуту на самом деле. Готов ли он на что-то безбашенное, готов ли он, знаешь, ну, нам не нужны люди с короной на голове, особенно если там уже приросла к ушам, вообще все, это не наша история. Нам, наоборот, интересно общаться с людьми, которые достаточно самокритично к себе, с иронией относятся, понимают, что мы все не звезды. Если бы мы были звезды, мы бы, не знаю, были бы в Газпроме топ-менеджерами. Мы не в Газпроме, не топ-менеджеры. По какой-то причине, видимо, это причина и есть. Какой средний срок жизни человека в компании? Знаешь, удивительно, но даже продавцы у нас работают годами, там, по три, по четыре года. При том, что, ну, обычно в продавцах люди не задерживаются. От нас очень тяжело уйти, много людей, кто уходит, возвращаются обратно, потому что, ну, у нас много очень плюсов для сотрудников. Поделись секретами, как сделать так, чтобы от тебя не уходили. Вот смотрят нас руководители сейчас, генеральные директоры собственных, что надо давать людям, чтобы они тебя любили, в хорошем смысле этого слова. Интересную работу, обязательно. Нужно их слушать. Я, что важно скажу, я совершенно не призываю прощать сотрудникам косяки. У нас этого нет вообще ни разу. Мы очень требовательный, очень жесткий работодатель к своим сотрудникам. Мы очень клиент-ориентированы вовне. То есть, все, кто нам платят деньги, мы всех облизываем. Все, кому мы платим деньги, будь то свои сотрудники или там наши партнеры, выжимаем все соки. Но мы стараемся, чтобы работа была интересная, чтобы коллектив был хороший, чтобы не было рвачества внутри. Ну, то есть, не было, знаешь, соперничество это хорошо, но когда это соперничество порождает интриги, это плохо. В некотором смысле мы, опять же, немножко скажу, что раньше было, потому что я сейчас чуть-чуть дальше, но я надеюсь, что так же. Мы устраиваем для сотрудников пионерлагерь. Знаешь, как в лагере же всем весело, и почему-то пионеры бесплатно копают эти траншеи, им никто не платит, а они копают. Вот почему это происходит? Потому что команда, дух, там, единство, это круто. Ради этого хочется работать. Мы не можем, мы не в состоянии платить продавцам много, столько, сколько человеку достаточно, чтобы жить всю жизнь. Продавец это в любом случае временная работа для, там, студент, выпускник, там, год, два, три, пока ты не найдешь профессию где-то еще, или по какой-нибудь причине не попадешь в центральный офис работать, потому что у нас много очень людей, бывших продавцов, работает в офисе сейчас. Вот, но эти два-три года, то есть, мы не в состоянии замотивировать человека зарплатой, чтобы он как можно дольше держался, но мы в состоянии сделать так, что эти два-три года он будет вспоминать с теплотой. Супер. Два-три года, это MBA, Мосигра. Понятно, что какими он зашел, а какими они выходят из Мосигры? Знаешь, разными. Я имею в виду не тех, которых вы выгоняете, вот которые реально пошли дальше. Куда люди идут? Например, в ГО, да? Это один тип, а куда еще, если в рынок? Ну, многие наши бывшие продавцы работают в крупных компаниях нашего же рынка, потому что в целом люди из Мосигры ценятся по нескольким причинам. Во-первых, потому что известен наш подход к отбору, и это ответственные люди. Во-вторых, они достаточно компетентны, потому что больше, чем мы, с конечным покупателем никто не общался никогда. Вот. Много кто пробует в других розничных компаниях, но не все задерживаются. Открывают свой бизнес, похоже, или берут по франшизу вашу, может быть? Франшизу брали, несколько таких у нас есть людей. Успешные? По-разному. Ну, слушай, я не испытываю иллюзии, бизнесмен – это особый склад характера. Это вот то, о чём мы говорили с утра. У меня никогда нет задачи из хорошего продавца сделать плохого менеджера, например, или из хорошего продавца сделать плохого бизнесмена. Но, с другой стороны, если человек хочет попробовать, хочешь – пробуй. Пожалуйста. Но нужно понимать свои риски. И, ну, получается, конечно, не у всех совершенно. Я правильно тебя понимаю, что эти 2-3 года, срок жизни человека, особенно, наверное, первое время, люди не брошены на самотёк. Существует какая-то программа обучения чему-то, то есть, вот этим вашим ценностям, всему остальному. Школу. Чему и как? О, расскажи про свою школу. Я про неё, на самом деле, мало чего могу рассказать, потому что, опять же, в тот момент, когда я этим занимался, коллектив был меньше, но у нас есть школа продавцов, где учат и как работать, как относиться к клиентам. Онлайн, офлайн, какие технологии используете? Я видел её офлайн для московских продавцов, но думаю, что для регионов, скорее всего, это что-то по скайпу происходит. Не видел такого сам. Думаю, что есть. Ну и, соответственно, у нас, понимаешь, ещё бизнес специфический. Нужно хорошо знать продукт, эти игры, а для того, чтобы их знать, на них надо играть. Поэтому я знаю, что каждую неделю они собираются с продавцами. Вот там у нас девочка, которая везет в школу, собирает продавцов, и они играют в игры. И преимущество моего бизнеса в том, что заниматься игрой в игры интересно в целом. Поэтому не надо никого палкой загонять. Все приходят, тестируют. У нас продавец может брать игры, поиграть домой. И, соответственно, часть своего обучения он проходит сам где-то там, и его не надо этому заставлять. Ну, самому интересно. Вот. Ну, как-то так. Вот когда человек приходит, какой велкампак его ждёт? Вот сегодня мой первый день. Меня кто-то встретит, будут шарики надуты на магазин. Со мной кто-то, ты поговоришь со мной, я не знаю. Если речь о продавцах, я, поскольку тоже давно свечку не держал, раньше было так, что приходит человек, мы говорим, давай так, три дня ты работаешь, мы на тебя смотрим. В течение этих трех дней ты можешь сказать, да ну нафиг, я уйду. Или мы можем сказать, да ну нафиг, уходи. И как бы мы расходимся. Если нет, то у тебя начинается месячный стажёрский срок. За этот месячный стажёрский срок продавцы, там старшие точки, или там кто-то ещё всё тебе рассказывает, ты за ним ходишь как хвостик, всё слушаешь, впитываешь. Потом проходит какая-то там квалификация, аттестация. И если ты её проходишь, становишься продавцом. Ну и дальше уже есть, потом есть аттестация с продавца, там на, я не знаю, там кассира, потом на старшего. И тебя испытательный срок месяц или три? Месяц. Месяц. Три дня с начала первых, когда никто никому ничего не должен, потому что на самом деле просто присмотреться надо. Вот какой процент уходит? Я не знаю. Ну уходит, да? Ну я уверен, что и уходит, и мы тоже. Потому что у нас, понимаешь, у меня в некотором смысле капиталистический подход. Я, например, не приемлю, когда продавец говорит, не моё дело полки протирать. Понятно. А чьё? Ты пришёл на работу, тут есть работа полки протирать, пол вытереть, я не знаю, мусор вынести, всё, всё. Снег почистить на входе. Ну смысл в том, что, как бы, вот точка, ты как хозяин в ней должен быть. У тебя грязно, если тебе всё равно, значит мы с тобой не срабатываемся. Правильно я понимаю, что если ты инвестируешь в них такое понимание, как хозяин, они, наверное, также участвуют в финансовом результате точки, да? Мотивация. Как построено? Мотивация небольшая, то есть у них есть процент с продаж, у них есть бонусы за продажи конкретных каких-то товаров. Но это несущественно, потому что, ну слушай, продавцы мне немного денег зарабатывают. Слушай, ну вот ты сказал, ты сейчас проходишь процесс переосмысления, а что тебе сподвигло вот этот процесс переосмысления? Вот вроде система, вот всё, что ты говоришь, очень стройно, и можно брать и внедрять. Именно то, что это точно было стройно, когда коллектив был в два раза меньше, но когда появляется ещё один уровень, немножко там... Медлы, получается? Да, понимаешь, получается, что у меня создалось ощущение, что мы немножко расслабляемся. Я не хочу, я сам не хочу расслабляться. Чем ты это меряешь? Ну я меряю то, что у нас прошлый год был неуспешный. И я знаю, что это из-за моих в очень большой степени ошибок, но я также вижу, что глаза немножко подпотухли у людей. И я работаю над тем, чтобы они снова загорелись, в том числе работаю над собой и над системой управления, потому что они должны загореться сверху у всех, тогда они внизу будут гореть. И ну вот сейчас перестановки немножко... Ты знаешь, у нас раньше никогда не было таких там KPI, потому что в маленькой компании это смысла нет. Я вот сейчас пытаюсь объяснить, что есть... Я при этом не считаю, что KPI это значит панацея. Но я считаю, что какая-то метрика должна быть просто для того, чтобы измерить температуру по больнице. Не значит, что выполнил KPI, ты молодец, не выполнил ты, не молодец. Есть куча разных других еще вещей, но просто, чтобы измерить температуру, что-то должно быть. Вот мы сейчас вот эту вещь пытаемся внедрить. Много всего. Супер. Я не знаю еще, куда мы придем. Очень приятно от тебя это слышать. И все, что ты говоришь, оно очень сильно во мне откликается. Я уверен, что мы с тобой еще об этом поговорим. Надеюсь, будет тебе полезным. В оставшиеся три минуты... Видишь, время пролетает в эфир и незаметно просто... И я попрошу, чтобы мне сделали передачу в три раза длиннее. Шутка, конечно. Вот последний момент. Не все хотят развиваться. Вот не все. Даже вот когда ты человеку говоришь, пожалуйста, на, читай, развивайся. Вот как ты себя лично мотивируешь к развитию? У меня с собой проблем нет. Ну, то есть я знаю, что не все хотят. Не могу понять, почему. Не могу. Неужели достаточно? Вот мне недостаточно. Я столько всего хочу сделать. Не могу, не получается. Поделись своими мечтами. Знаешь, есть такое понятие, как бы декларация намерений. Вот что-нибудь пообещай нам, а потом, если вдруг ты не сделаешь, ты меня в ресторан сводишь. Я готов тебя и так сводить. Давай, вот что-нибудь пообещай нам, что ты сделаешь в этом году? В этом году... Цена твоего слова – хороший ужин. Принимай. Я хочу... Да, это бесспорно. Я хочу получить образование, бизнес-образование. Начать, да? Выбрать и получить. Выбрать и начать, да, потому что его нельзя получить. Можно начать. Потому что мне не хватает знаний управленческих. Я хочу закрепиться на американском рынке. И намерен... Выйти и закрепиться. Я как бы выйти, нос я уже туда засудил, но я хочу закрепиться. Знаешь, там, ну не знаю. Что будет являться, показать? Вот мы с тобой среднемся через... Миллион долларов выручки хочу за год сделать. За год? Круто, все записываю. Что еще? Ну, давай так, не на американском, на западном, потому что там на самом деле... Все, что не в России. Все, что не в СНГ. Все, что не на этом полушарии. Да, пусть. Что еще? Самые смелые мечты. Ну, у меня просто очень много личных вещей. Ну, давай какую-нибудь личную, которую можно рассказать. Со школой для детей. Потому что для меня это очень важно. Я хочу, чтобы мои дети получали лучшее образование. И вопрос упирается, в первую очередь, в меня. Я это должен сделать. Они сами же не могут. Вот. Намерен до конца года этот вопрос решить. Все, считай, что мы с тобой в личном коучинге теперь. Я буду тебя пушить по твоим целям. И в любом случае сходим. Секрет успеха Дмитрия Кипкало. Надо много работать. И я уверен, что не знаю ни одного человека, которому бы корона на голову свалилась. Не знаю ни одного. Успех, результат кропотливого, долгого труда. И причем труд еще не гарантирует успеха. Но без труда успеха не бывает. Поэтому надо много работать. Нужно не расслаблять булки. Вот, пожалуй, что так. Спасибо тебе огромное, уважаемые друзья. Сегодня был невероятно эмоциональный, приятный, как всегда, какой-то невероятно быстрый, скоротечный эфир. Но мне казалось, вот мы много-много наговорили. И я, знаешь, о чем думаю? Что когда я пересматриваю эфиры, вот слова, которые люди мне говорят, спикеры, они как zip-архив. Ты потом начинаешь услышать, а он у тебя раскрывается, он говорит, раскрывается, раскрывается. Я надеюсь, мы сегодня там говорили архивированными словами, которые при желании каждый из вас может раскрыть и внедрить в своей кампании, чтобы стать более эффективным. Ведь на самом деле мы живем с вами в нашей прекрасной стране, это наша родина, Россия. Если каждый из нас здесь сделает то, чтобы его кампания была эффективна, чтобы в его кампании люди радовались тому, что они работают, с удовольствием приходили на работу, больше будет людей, которые будут улыбаться. И вот я надеюсь, что в этом смысле мы каждый делаем нашу страну лучше каждый день, делая то, чтобы наши люди, которые работают с нами, были более счастливы. Спасибо тебе огромное и до следующей встречи в среду и здесь на волнах Радио Медиаметрикс. Пока.